Жить и творить. Любила людей, любила жизнь, любила своих друзей, любила маму с папой, любила так любила, что это действительно передать невозможно. То, что у нее, я не знаю, оптимизма было больше, чем, ну, самой смерти, наверное, я не знаю, что. Когда нас отпустили домой, Марина очень много работала над песнями. Она писала стихи, музыку, делала аранжировки и ездила на записи нового альбома «Белый шоколад». Она навсегда осталась в моем сердце, как добрая девочка, как ангел. С ней невозможно было просто как-то там ссориться, ругаться, это было нереально. Она всегда любила только мир, позитив, думала всегда только о хорошем. И она была очень сильным человеком. Меня Маруся научила какой-то силе, потому что когда в течение года она болела, она с трудом переносила это все, она ни разу не заплакала. Она была невероятной силой человек. И я более чем верю, что Господь ее призвал к себе, что она сейчас там, сверху за нами смотрит, наблюдает, помогает. Спасибо тебе большое, Маруся, что ты была в моей жизни, что я тебя знала, что мы с тобой вместе пели, что ты оставила в моей душе, в моем сердце след до конца моей жизни. Она жила энергично, постоянно преодолевая свой недуг. Страдала, но не показывала виду. У нее была цель сделать свой сольный новый проект под названием «Девочка джунглей». Я как-то спросил у нее, а почему «Девочка джунглей»? Она мне ответила «Джунгли – это каменный лес из домов больших городов, в которых маленькая девочка может раствориться и потеряться». Я девочка джунглей, меня так мало, все меньше с каждым днем меня в твоих объятьях. Я девочка джунглей, меня так мало, все меньше с каждым днем меня в твоих объятьях. 17 ноября 2001 года Марина вместе с Децлом выступает в концерте «Золотой граммофон» в Кремлевском дворце, где они получают гран-при. Но здесь огромная заслуга Маруси. Встречайте! Децл! Письмо! Я, я, красава, я, Маруся, Энси Децл. Я хочу найти сама себя. В чем? В чем дело? 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 Я хочу, чтобы моя душа тоже тела. Риночка себя чувствовала плохо, но вида не показывала. И, держась за стойку микрофона, профессионально исполнила свою сольную партию в этой песне. Я не знаю, что мы из другого теста. Я хочу найти сама себя. Сама себя я. Я хочу разобраться, в чем дело? Помоги мне. Помоги мне. Я хочу, чтобы моя душа тоже пела. Много времени уже прошло с тех пор, но по-прежнему я очень... Мне приятно вспоминать эту девушку, потому что... Она была очень хорошим человеком, талантливым. И то, что с ней произошло, у меня до сих пор не укладывается в голове. Наверное, она могла бы стать звездой. Она была звездой. Она могла бы стать прекрасной мамой, хорошей женой. Но болезнь снова проявила себя. После очередного МРТ в институте имени Склифосовского профессор не написал заключение. Я спросил, почему. Он ответил, что нужна повторная операция. Но гарантии в положительном результате нет. Мариночка жила теперь мыслями о предстоящей операции, надеясь, что все образуется. Почти каждый день она, желая найти поддержку, спрашивала меня. Папа, я буду жить? Или, папа, я не умру? И я всегда отвечал с подкатившимся комком в горле. Конечно, дочка, будешь жить. Мы все сделаем для того, чтобы вылечить тебя. Мы вместе с Мариной учились в последние два класса. Была и есть. Моя самая близкая, лучшая подруга. С тех пор, как Марина от нас ушла, такого близкого человека у меня нет рядом со мной. И поэтому именно такой она и остается по сегодняшний день. Я без тебя день от огня не отлечу. Дом твой за той звездой. Меня зовут Надя, а это Наташа. Мы из Нижневартовска. И мы очень рады, что наконец-то попали сюда. Конечно, не по радостному поводу, но песни, Марина, они нас согревают всегда. И мы помним, любим ее. И когда вот я Мариночку видел, я в ней всегда находил и черты, и ее бабушки, и Игоря, и Любаши. Вот то, что от Игоря, она была такая очень сосредоточенная и, можно сказать, иногда рисковатая была девочка. А вот у Любаши, это она такая улыбчивая, жизнерадостная. Но от бабушки она взяла эту красоту, чудесную красоту, которая у нее есть. И самое главное, что вот эта красота, она не пропадала даром. И она совмещалась как бы и с тем талантом, который был у Марина. У Марина все-таки был, может быть, не очень яркий, но очень приятный и такой нежный талант. Когда она пела, когда она разговаривала, чувствовала, что человек очень культурный, воспитанный. Меня всегда в ней притягивало и как-то завораживало. Это действительно ее такое милосердие. Причем она жалела, любила людей, которыми, например, мне, всегда казались какими-то не очень. Что вот есть люди приличные, а есть, которым нужно быть от них подальше. И вот она своим каким-то отношением показывала, что сейчас я понимаю, что это абсолютно такое христианское отношение, очень взрослое отношение, когда она в каждом человеке видела личность. И она вот этому нас учила, своим поведением и вообще своей жизнью. По желанию Марины мы пригласили в квартиру батюшку, и он окрестил ее православную веру, дав имя по просьбе Марины Мария. 17 декабря 2001 года Марина нам сказала, что ее нужно вечером отвезти на репетицию нового клипа. Но наутро у Марины первый раз разболилась сильно голова. Раньше головных болей не было. Люба дала ей таблетку аналгина, и мы уложили ее, чтобы она немного поспала. Около девяти часов вечера я стал ее будить, но разбудить не смог. Марина впала в кому. На скорую помощь ему отвезли Марину в институт имени Склифосовского. Опухоль брала свою. Еще одна операция, на которую решился профессор, не помогла. 5 февраля нас выписали домой. Марина продолжала писать песню, которую она начала еще до болезни. Крик ушедшей души. А когда уже не могла писать, то диктовала маме. Это были последние слова, которые она написала в своей жизни. Потом я начала появляться частями, частями этих частей я начала себе нравиться. Твою мать, а ведь была красавицей, как мне с этим справиться? Может быть, давно мне пора отправиться на тот свет? Ну уж нет, этот мир увидит блеск моих побед. Сколько лет я ломала свое счастье, а в вашей голове думала, что была свободной. Но отмывала чье-то золото. Я выжила лишь потому, что пела. Но подумаешь, что заболела все удары судьбы, все стерпела. Так случилось, что теперь остаюсь жить. Поговаривают, что моя нить оборвется через лет сто пятьдесят. Я думала, что все хотят видеть меня красивой и здоровой. Я вернусь к вам, свежей и новой. Я вернусь к вам, свежей и новой. Вот вам мое слово. Четвертого апреля 2002 года Марина умерла. Спой мне хоть с высока издалека о себе. Спой, я голос твой различу в серой гре. Я здесь, я все летаю. А ты, где ты? Нет, я не знаю. Где ты? Где ты? В последние минуты жизни с ней была врач-реаниматолог Тимченко Наталья Петровна. Она же, как потом я узнал, была и с Аликом Ленец в самый последний день его жизни в реанимационном отделении института имени Склифосовского. Как будто она проводила последний путь нашу Марину к ее первой и единственной любви – Алику. Сердца доброты, такой, как у Марины, ни у кого не было. И, конечно, для нашего института это была яркая звезда. Яркая звезда во всех отношениях, чисто человеческих, талантливых, музыкальности ее. Когда исполнилось 9 дней после смерти Марины, то на экранах телевизора вышел новый клип, посвященный ее памяти, который назывался «Для тебя». Продюсером этого клипа был Павел Ващекин. Выступали в этом клипе ее подруги Юлия Началова, группа «Не замужем», ее же группа «Белый шоколад», «Дай Кири», «Мисс Т» и группа «Пропаганда». «Сейчас ты звезда, из неба мерцаешь, помнишь, как пыли?» «Ты знаешь, вспыхнула, как память, всех озарила, пацанов покоряла, улыбки горила». «Ты здесь, ты с нами, с нами, жду нами, твоей души послание, до встречи, до свидания». «Ты здесь, ты с нами, с нами, между нами, твоей души послание, до встречи, до свидания». «Она с нами простилась, очень печально все, что она ушла. Я говорю, она от нас ушла, как наша снегурочка сказочная в римском Корсакове. Она просто растаяла и ушла куда-то далеко-далеко. И стоит этот памятник на Митинском кладбище, и этот соловей в ее руках. И смотришь и думаешь, Господи, да как же чудесно, что был на земле такой человек. Расскажи мне, папа, что такое счастье? Дочь меня спросила, как-то невзначай моросила осень. За окном ненастье, мы на кухне с дочкой пили вкусный чай. Собери, попробуй, счастье по крупинкам их судьба дарила. Людям иногда с розовым восходом по лесным тропинкам прожурчало счастье, бурная вода. Счастье – это восход, счастье – это закат. Поцелуй и любовь, майский розовый сад. И когда вдруг гибело, и метет снегопад. Счастье – это когда ты до одри рад. Счастье – это когда ты до одри рад.